Обещания, которые дает Иудов, эти обещания даются от имени Кадырова, они позволят и тебя, Кадыров. Поэтому я, значит, это моя официальная жалоба тебе, Кадыров, на твоего руководителя твоего парламента. Займись, пожалуйста, подтяни его. Сегодня я решил посвятить этот эфир своим должникам. Всем тем людям, кто мне что-то обещал и свои обещания не сдержал. В том числе, если кто-то мне деньги должен, к этим людям это тоже относится, конечно. Был бы рад, если бы они вернули. Не, шучу, насчет денег. Денег это не касается. Касается это именно тех людей, которые делали какие-то громкие обещания, но эти обещания не выполнили. И, конечно, первым мне в голову приходит мой старый дружбан Магомед Иудов. На Магомеде Иудове мне придется, наверное, остановиться, более подробно эту фигуру разобрать и пожаловаться на этого человека, высшестоящему его руководству. То есть, Рамзану Кадырову. Смотрите, какая штука. В начале 20-го года, в марте 20-го года, вот такого 20-го, 19-го, в начале 19-го года, Магомед Иудов объявляет мне кровную месть. Он делает это максимально пафосно, публично. Выходит в эфир в Инстаграме, в Инстаграме делает эти заявления. Где бы ты ни находился, куда бы ты там ни скрылся, мы тебя найдем. Даже если меня не будет, мои братья тебя найдут. Ты никуда не денешься. Теперь ходи, оглядывайся. Перед тем, как лечь спать, проверяй, закрыта ли дверь. Если вдруг ты где-то упадешь, что-то с тобой случится, спотыкнешься или кашленешь, то имею в виду, что это я и мои братья. Вот такие вот громкие, пафосные заявления дела Магомеда Иудов. Прошло уже 5, почти 5 лет. Через несколько месяцев буквально будет 5 лет. Я жив и здоров. Правда, одну такую попытку привести в исполнение эту кровную месть он сделал, но потерпел фиаско. Человек, которому было доверено исполнить эту кровную месть, он облажался с молотком в не очень удобных местах, отправился в шведскую тюрьму отбывать наказание. Я жив-здоров. Дверь... Дверь, правда, проверяю когда. Не то, чтобы когда ложишь спать, но когда захожу, закрываю. Это, в принципе, такая привычка. Она никак не связана с объявлением кровной мести. В принципе, я так живу всегда. И до объявления кровной мести дверь я обычно всегда закрывал. Так в целом живу вполне себе комфортно. Путешествую. Развлекаюсь. Выхожу гуляю. То есть, живу полноценной жизнью. А обещание не выполнится. Уже пять лет. Далее, в одном из голосовых чатов, где-то год, больше года назад, когда я активно проводил голосовые чаты в Телеграме, ко мне в голосовой чат зашел этот же Магомед Иудов. И опять сделал очень много пафосных обещаний. Если их все эти убрать оттуда мат, оскорбление, истерику Иудова, а просто вот коротко, без эмоций это все, значит, пересказать эти обещания, то они были приблизительно такие. И я жду какого-то часа определенного. И как только я его дождусь, ты узнаешь, я там что-то тебя опозорю. Ты, я всю твою, значит, подноготную вылью общественности. В общем, это было обещание меня опозорить. После того, что он какие-то там подробности обо мне узнает. А узнать он их должен был, когда он дождется некого часа. Прошло опять уже сколько? Почти два года будет. Вот скоро будет два года. Обещание не исполнено. Меня не опозорили никакие подробности, от которых мне должно быть как-то жутко стыдно. После которых я не смогу показываться перед людьми. Ничего подобного, в общем, однородного не было. Опять обещание, которое не выполнено. И все бы ничего. Кто-то может сказать, ну подумаешь, там человек дал обещание и не выполнил. Что в этом такого? В этом проблема заключается, проблема заключается в том, что человек, давший эти обещания, это второй человек в республике, в российском регионе. Это глава парламента оккупационного. Это кадыровский спикер. Понимаете, спикер кадыровского парламента. Но не может такого уровня человек, которому кадыров доверил такой орган, доверил ему столько власти, не может такой человек просто делать такие обещания и их не выполнять. Это как минимум не в хорошем цвете показывает самого кадырова. Так как все-таки обещания, которые дает Иудов, эти обещания даются от имени кадырова. Они позволят и тебя, кадырова. Поэтому я, значит, это моя официальная жалова тебе, кадырова, на твоего руководителя, твоего парламента. Займись, пожалуйста, подтяни его. Я тебе, по-моему, в прошлом году уже говорил об этом. Вот сейчас опять напоминаю, надо, значит, этого типа пригласить и спросить с него, по этим обещаниям, почему они не выполнены, что он вообще делает в этом направлении, ведется ли работа. Потому что я не ощущаю никакой работы. Я, как ты мог заметить, наверное, по последней моей деятельности, я и отдыхать съездил в этом году, и в целом очень много путешествую, двигаюсь. В общем, неплохо так комфортно себя чувствую. Если бы твой, глава твоего парламента, работал бы в направлении исполнения своих обещаний, то я не должен был бы чувствовать себя так комфортно. Поэтому его нужно подтянуть, за это наказать. Займись одним вопросом кадыров, иначе эти претензии будут уже непосредственно в твой адрес, так как это, считай, это уже твои обещания. Вообще, я сегодня посмотрел, послушал этот разговор мой с Иудовым, когда он вошел ко мне в чат и устроил эту истерику с таким отборным матом. И это такая ностальгия, знаете, это меня сразу перенесло в события минувших дней, такое недалекое прошлое. Все вот эти вот мои переговоры, которые были с ними, или мои какие-то обращения, направленные к ним, их комментарии к этому. В общем, ты же начинаешь что-то одно смотреть, и это тебя уносит сразу какие-то другие события. Я там несколько своих роликов, несколько переговоров с ними посмотрел. И смешно наблюдать за тем, как Кадыров, допустим, после того, как я с Джамбулатом Умаровым поговорил в эфире, не ответил ему на салам, тот впал в эту истерику, значит, и после этого проводит Кадыров совещание, приводит этого, на котором находится и Джамбулат Умаров, Джамбокс. И Кадыров начинает там жестко просто ругаться в адрес моей матери. А потом сразу же мы переносимся в какой-то эфир ЧГТРК, где сидит Адам Делимханов, и при упоминании чеченской женщины он начинает, как он такой выпускник МХАТа, он начинает плакать на глазах слезы, у него прям рыдание, он не может, значит, высказать, типа настолько он расчувствовался от того, что вот чеченская женщина, то есть вот эти вот все, все это лицемерие, то, как налево и направо разбрасываются обвинениями в том, что, значит, этого нагуляла, того нагуляла, это же вообще коронное обвинение у Кадыровца. Не нравится человек, обвини его мать в том, что она его нагуляла. Это же беспроигрочный вариант. Значит, что-то, какое-то высказывание или позиция этого человека тебе не понравилась, давай сразу же обвиним его мать в том, что она его нагуляла. А потом сядем в эфире ЧГТРК и будем говорить о том, как мы любим чеченских женщин, как мы не позволим посягать на них честь, и, разумеется, сами не будем посягать, как мы будем отмечать день чеченской женщины, нарядившись как шуты, какие-то кольчуги, какие-то национальные наряды, а потом опять будем обвинять этих же чеченских женщин, что они нагуляли оппонентов Кадырова. Вот это вот, представьте теперь, давайте представим наоборот, если бы это было. Представьте, если бы что-то там, например, Чингиз Ахманов, иллюзионист, что-то снимал бы в наш адрес, какой-нибудь его очередной высер, значит он делает какой-то ролик, его публикует, а мы в ответ начинаем обвинять мать Ахмадова о том, что она его нагуляла. Представьте, как бы это выглядело, какое было бы отношение к нам, какой шквал негатива был бы под таким видео, потому что это полный абсурд. Зачем, при чем здесь родители, если у нас есть претензии к конкретным людям, надо, наверное, высказывать эти претензии к этим людям, причем даже эти претензии должны быть высказаны конкретно по поводу этих претензий. То есть, если человек, например, говорит ложь в твой адрес, ты должен, в ответ ты не должен обвинять его в том, что он принадлежит нетрадиционным каким-нибудь ориентациям. Это нелогично. Обвини его в том, что он лжет, что он лжец. А если же он принадлежит какой-то не той касте, то обвинять его нужно не в том, что он лжец, а в том, что он принадлежит этой касте. Саламу алейкум. Напоминание тебе о судненных детях. А это, кстати, тоже один из долгов, одни из моих должников. Судненные дети, что там по поводу Розы и канцлер? Были громкие заявления, что действующий кадровый офицер ФСБ проживает вместе с моей матерью. Мой брат занимается вопросами легализации в Германии. После этого прошло уже несколько месяцев, и нет продолжения темы. Интересно, получил это Розы и канцлер в убежище, потому что мой брат и моя мать, они получили. Вся семья моего брата. Все получили документы статуса беженца в Германии. Что там с этим кадровым офицером ФСБ? Существует ли он вообще? Давайте, ребята, несите ответственность за те слова, которые вы говорите, за всю ту ложь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»